Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. В Петербурге скончался сенатор от Ниницкого округа в Совете Федерации Вадим Тюльпанов. По предварительным данным, парламентарий находился в помещении оздоровительного центра в Кировском районе Санкт-Петербурга, где упал и получил травму. Прибывшие на место сотрудники скорой констатировали смерть сенатора. Безвременная кончина Вадима Тюльпанова потрясла его коллег. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала уход Вадима Альбертовича невосполнимой потерей для Санкт-Петербурга и для всей страны. «В его лице мы потеряли видного политического деятеля, много сделавшего для совершенствования российского парламентаризма. Трудно переоценить его вклад в экономическое, социальное, культурное развитие Санкт-Петербурга», – заявила Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации также подчеркнула, что её много лет связывали с Тюльпановым отношения плодотворного сотрудничества и искренней дружбы. Вадим Альбертович был человеком прекрасных душевных качеств. Вадим Тюльпанов родился в Ленинграде в 1964 году. Был депутатом Кировского района, законодательного собрания, председателем городского парламента. В 2011-м был избран в Совет Федерации. С сентября 2014-го исполнял обязанности сенатора от Неницкого округа. Быстро вошел в проблематику северного региона и активно продвигал его интересы на федеральном уровне. Так говорят о Вадиме Тюльпанове его коллеги в Неницком округе. Беспрекословный авторитет имел. Действительно человек с государственным мышлением. И когда он стал сенатором от исполнительной власти Неницкого автономного округа, не зная в деталях нашей территории, не зная людей, менталитета, не зная нашего, он всегда с большим вниманием относился к своей профессиональной деятельности, много расспрашивал и всегда старался помочь людям. Одним словом, было с ним очень легко работать и как с человеком, и профессионалом. Вадим Тюльпанов был неравнодушен к проблемам Неницкого округа. Важной составляющей своей работы считал встречи с законодателями. Только при взаимодействии регионального парламента и представителя Совета удалось продвинуть серьезные инициативы. Вадим Альбертович помог привлечь средства Минфина на строительство главной дороги Нрин-Марусинска, которая свяжет регион с Большой землей. Боролся за будущее военного поселка Амдерман на побережье Карского моря. Помогал заполярным рыбакам и летчикам с изменением законодательства. Одним из последних и незавершенных дел Вадима Тюльпанова осталось решение вопроса по ремонту взлетно-посадочной полосы в Нрин-Маре. Мы Валентину Иванову попросили с Кошиным, она отправила письмо Шойгу с пересечением этих проблем, о которых я сейчас вам сказал. Мы ждем какого-то ответа, надеемся, что будет положительный. Мы предлагаем другой вариант, построить вторую полосу, параллельно этой. Она стоит, конечно, дороже. И там еще есть проблема, что земля принадлежит округу, а полоса будет военная. Поэтому нужно передавать эту землю в Министерство обороны, что тоже достаточно длительный период потребует, не меньше года. Все эти документы юридические. Ну, в общем, я проблему знаю, мы их, в том числе по аэропорту, мы их пытаемся решать. По словам спикера регионального парламента Анатолия Мяндина, одним из самых важных достижений в совместной работе с сенатором Вадимом Тюльпановым стало возвращение льгот для потребительской кооперации как субъекта малого и среднего предпринимательства. Благодаря этому решению сегодня потребка операции округа имеет возможность получать субсидии из окружного бюджета на доставку продуктов питания для сельских населений. А это значит, что сельское население будет обеспечено сегодня продовольствием по приемлемым ценам для жителей нашего округа. Я хочу выразить соболезнования родным и близким и вечная память Вадима Алибертовича. Вадим Тюльпанов часто приезжал в Ненецкий округ. Он посещал различные объекты, проводил встречи с исполнительной и законодательной властью округа. Поэтому с проблематикой регионным был знаком не понаслышке. Вот эти встречи очень важны. Почему? Потому что, если говорить коротко, наряду с региональной, у нас существует федеральная повестка дня. И вы знаете, вот такие вопросы, как узловый аэропорт, как передача в собственность морского аэропорта, дно углубительной работы, дорога на Усинск, средства СПГ. И этот ряд можно продолжить. Есть очень злободневные вопросы, которые касаются работы наших федеральных служб. Одним из последних политических заявлений Вадима Тюльпанова стал призыв к поиску новых методов противостояния террористической угрозе. Об этом он заявил после теракта в Петербургском метрополитене, который унёс жизни 14 человек. Сенатор пообещал подумать над тем, как законодательным образом улучшить антитеррористическую работу. Необходимо ещё раз всесторонне проанализировать имеющиеся контртеррористические методы и правовые, и силовые, и технические. Возможно, найдётся решение о применении новых способов противостояния террористической угрозе. Очевидно, что это необходимо. Пренебрегать в данном случае нельзя ничем, заявил Вадим Тюльпанов. Скоропостежный уход Вадима Альбертовича Тюльпанова – это шок. Об этом сказал глава региона Игорь Кошин. Поэтому, в первую очередь, конечно, крепости и сил его семье. Она для него всегда была опорой и предметом гордости. Я не хочу уходить из штампы, но Вадим Альбертович, вся его жизнь была наполнена практическими реальными делами. И тот федеральный ресурс, которым он обладал, был направлен на развитие нашего Нинско-автономного округа. Есть ряд проектов, которые запущены непосредственно с его участием. Но самое важное – это был человек широкой души. Добрый, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь. И я уверен, что жители округа его запомнят именно таким.